Прогноз на июнь для семерок. На экране вы видите года рождения людей, которые относятся к семеркам с разделением для мужчин и женщин. Если мы говорим про тенденцию месяца для семерок, то это время ресурсов и новых возможностей. То есть именно вам июнь открывает новые горизонты, новые возможности. Но особенность следующая. Всегда эти ресурсы и возможности, они стоят как будто бы у вас за спиной. То есть не перед носом, а вы их часто не видите. И поэтому прогностика как раз и помогает обратить внимание на то, где открылись двери. С чем это связано в июне? В июне это новые возможности и ресурсы идут через знания. То есть всё то, что каким-либо образом вам описывает вас же, вы узнаёте себя, вы определяете себя, вы разбираетесь с собой. То есть это знание про себя. Это знание про то, как вы можете проявиться в другом каком-то качестве, через другую идентичность. Я имею в виду, например, я сейчас водитель и хочу стать бизнесменом, то есть работать на себя. То есть всё, что может вас привести к этому через узнавание, через изучение процессов, способа достижения этого, как вы именно можете прийти. То есть всё, чему вы будете научаться, это будет для вас ресурсом, то есть открывать, создавать новые возможности. Это крутое время именно через знания максимально быстро продвинуться к желаемому результату. Причём эти знания, они приходят, ресурсы приходят к существующему бизнесу либо делу, которое есть уже у вас. И если мы ещё посмотрим с точки зрения здесь денег, то здесь есть следующий нюанс. Это время, которое может принести вам или привнести в существующие кардинальные изменения, которые вы можете оценить как негативные, хотя на самом деле негативного в этом ничего нет. Про что я? В этом месяце может закончиться, завершиться всё то, что у вас есть сегодня. Я имею в виду какое-то деловое предприятие, служба или партнёрство. И это говорит о том, что просто освобождается место для чего-то нового. Поэтому лучше перейти в позицию отпустить, чем за это бороться, сожжаться и любыми способами это пытаться удержать. Потому что вы будете прямо противодействовать времени. Время достаточно сильно. И тем самым вы просто перекроете себе же эти возможности и новые ресурсы. Собственно, это время, когда возможности и ресурсы приходят с существенными изменениями, переменами. Как в вашем образе мышления, в убеждениях, в отношении всего, то есть как сугубо по внутренним причинам, то есть узнавая что-то, как я говорила перед этим, вы можете прийти к этим изменениям, так и под давлением изменений. То есть будут возникать внешние факторы, которые напрямую будут запускать эти изменения. Поэтому относитесь к этому спокойно. И наоборот, с позиции того, что если что-то уходит, мы благодарим за это. Это освобождается время для чего-то нового. Но в рамках месяца может казаться, что это достаточно жёстко или быстро. А также это время про отношения, именно больше такие деловые, то есть где есть сотрудничество, партнёрство, там могут возникать трудности. То есть трудности на уровне того, что сложно договориться, потому что оно приходит к вам извне. И вот эти все такие моменты, острые углы, которые будут возникать, в большинстве случаев, опять же, будут приводить к завершению вашего партнёрства. Поэтому мы отпускаем в июне. Что вам даёт ещё время? То есть время будет давать ресурсы и возможность через медленность. То есть чем вы здесь медленнее идёте, принимаете решения, тем лучше. Тем вы с большей вероятностью не пропустите то, что даёт вам июнь. То есть не нужно бросаться никуда, сломя голову, не будьте дерзким, опять же, в отношениях, в деловых. По сути, независимо от ваших побуждений, суждений, чтобы потом не пришлось сожалеть. И касательно здоровья. Именно в этом месяце. Это единственный месяц, когда нужно очень бдить любые травмы. То есть любая травма, даже небольшая, чтобы не было серьёзных последствий, нужно автоматически обратиться за медицинской помощью. То есть сами вы это не решите. Может казаться так, то есть время вводить вас в заблуждение, что там ничего страшного не будет. То есть в любой другой месяц да, но не в этот. Чем быстрее вы обращаетесь за помощью, по любому вопросу, особенно любой травмы, тем быстрее этот вопрос решится. И последствий практически никаких не будет для вашего здоровья. Какие здесь ещё органы и системы задействованы? Это кровообращение, повышенное кровяное давление, невралгия, артриты. И основная рекомендация при травме или болезни принимать меры очень быстро. То есть это единственная тема, единственный момент, когда нужно спешить. В основном нужно замедлиться. И чем вы больше себе позволяете и можете реализовать вот эту медленность, тем у вас больше ресурсов придёт и откроется больше возможностей. Вы просто их будете больше видеть. Если резюмировать для семёрок, этот месяц такой про медленность, медленность открывает новые возможности, могут завершаться старые какие-то партнёрства, взаимодействия. И это про освобождение нового места, вернее, освобождение места для нового. И тема отношений, отношения больше здесь затрагиваются деловые, и там вы можете испытывать трудности, какие-то недоразумения происходить. Но это будет происходить именно на уровне разного восприятия и каких-то убеждений. Субтитры создавал DimaTorzok